Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам обзор диссертаций по налоговому праву за 2019 год. В этот обзор войдут отдельные аналитические видео по соответствующим диссертациям. Я понимаю, что я несколько затянул с объединением всех этих видео, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Рассматриваться все диссертации будут по стандартному плану, который вы видите, и будет рассмотрено 5 диссертаций, которые относятся к 2019 году. При этом соответствующие диссертации я постарался распределить от лучших к лучшим. Но, правда, здесь сразу следует сказать, что, к сожалению, в 2019 году вряд ли можно выделить какую-то особенную диссертацию, которую можно всем посоветовать. То есть есть откровенно плохие диссертации, ну и такие середнички. Ну и в заключение скажу, что традиционно высказываемое мной мнение о диссертациях, их оценка – это, безусловно, все субъективная позиция, которая может не совпадать с позицией других специалистов, ученых и в том числе авторов. Приятного просмотра! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Продолжаем рассматривать диссертации 2019 года, и на этот раз речь пойдет о работе Князевой Натальи Владимировны, которая посвящена проблемам экспертизы в налоговом праве. Что касается актуальности выбранной темы, то вообще следует заметить, что очень часто экспертиза играет решающую роль при определении налоговых обязательств. И ярким примером являются споры по налогу на имущество, когда проводится экспертиза для определения того, является ли имущество движимым, либо недвижимым. Объемы и масштабы экспертизы по такого рода делам достигли, что называется, таких размахов, что Верховный суд был вынужден фактически в деле Лесозавод-25 ограничить такую практику. То есть, иначе говоря, применение экспертиз в налоговых спорах, в налоговых отношениях вызывает определенные проблемы, которые необходимо рассматривать и решать. Соответственно, актуальность выбранной темы, как любят говорить, в том числе и в самих диссертациях, не вызывает сомнений. Что касается восприятия самой работы, то, к сожалению, следует констатировать, что очень жалко времени, потраченного на чтение данной работы. Вообще, у меня сложилось впечатление, что у автора, который является доктором экономических наук, возникла необходимость получения статуса кандидата юридических наук. И с этой целью была в короткое время написана данная работа. Но, к сожалению, результат разочаровал. Итак, на что хотелось бы обратить внимание? Ну, во-первых, ссылки на такого автора, как Кабзарь Фролова. Здесь я сразу говорю, здесь по большей части не претензия к автору, а просто обращаю внимание, что в отношении данного автора сообщество Диссернет обнаружило плагиат в одной из ее диссертаций. И поэтому везде, где я встречаю ссылки на данного автора, я указываю на то, что лучше все-таки стараться не рисковать и не ссылаться на данного автора, поскольку она не опровергла ту информацию и те сведения, которые были представлены Диссернетом, то есть не опровергла плагиат в своей работе. И лучше все-таки искать первоисточник. Что касается непосредственно работы Князевой, то вообще обращает на себя внимание некое косноязычие автора при изложении материала, особенно в самом начале работы. И здесь я полагаю, что проблема не в том, что автор не знаком с русским языком, либо плохо им владеет. Просто когда человек пишет диссертацию по теме и по сфере, с которой особо не связан, особо не работает, то достаточно сложно формулировать мысли и излагать их на бумаге. И из-за этого, я полагаю, и проявляется такое косноязычие. Но в качестве примера можно привести странное словосочетание, которое используется в работе. Например, автор вместо того, чтобы нормально излагать наименование судов, ну, например, 13-й арбитражный апелляционный суд, называет соответствующий суд 13-й апелляционный суд арбитража. Ну, другим странным, например, словосочетанием в работе выглядят названия статей. Так, автор сначала указывает номер статьи 95, затем указывает, что это статья, и потом налоговый кодекс. То есть, иначе говоря, 95 – статья налогового кодекса. Что также выглядит достаточно странно. То есть, порядок слов необычный. Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, что вообще работа выглядит как некое учебное пособие для экспертов. То есть, там перечисляется алгоритм составления экспертизы, да, те вопросы, на которые могут отвечать эксперты, и которые могут им задаваться. Но это явно не уровень диссертации. Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, это значительное количество ошибок, как орфографических, так и подктуационных. При этом следует заметить, что отдельные ошибки, они носят систематический характер, и поэтому нельзя сказать, что это описка. Но об этом я еще буду говорить в разделе оформления. Что касается непосредственно содержания работы, то вообще значительный объем работы посвящен общим положениям об экспертизе. И возникает вопрос, каким образом соответствующие положения связаны непосредственно с темой диссертации. Что касается тех положений, которые связаны все-таки с налоговым правом, то следует заметить, что вряд ли можно говорить, что они отличаются новизной, поскольку обо всех этих проблемах так или иначе говорили в периодических изданиях и в различных монографиях. Ну, например, проблема подмены налоговыми органами, заключений экспертов, мнением специалистов. И при этом автор, освещая, ну, скажем так, старые проблемы, не предлагает каких-то новых решений либо подходов. В целом, еще раз повторюсь, что, к сожалению, работа разочаровала. Ну, будем объективны, определенные интересные положения в работе встречаются. Хотя, как видите, их совсем немного. Первое интересное положение связано со статистикой по экспертизе. Ну, то есть, как видите, это, собственно говоря, не положение, которое сформулировано автором, а просто некая интересная информация. В данном случае на основе статистики по проведению экспертизы в одном из регионов Российской Федерации можно увидеть интересные тенденции, связанные с востребованностью государственной экспертизы либо, наоборот, негосударственной экспертизы. Ну, и кроме того, там интересно посмотреть, как распределяется востребованность тех или иных экспертиз. Но, к сожалению, какой-то интересной интерпретации данной статистики автор не дает. Следующая интересная проблема, которую ставит автор, это проблема проверки компетенций негосударственных экспертов. Ну, вообще, как видите, это в целом общая проблема, а не исключительно налоговая. Но если она действительно существует, я, к сожалению, этого точно не знаю, то да, то, что эта проблема озвучена на уровне диссертации, это интересно, и, безусловно, такую проблему необходимо решать. Итак, что касается спорных положений в работе, то вообще следует заметить, что этих положений достаточно много. Я бы сказал, что фактически на каждой странице есть такие положения. Однако, поскольку формат обзора не позволяет рассмотреть их все, я бы хотел рассмотреть наиболее яркие спорные положения, которые в целом характеризуют как саму работу, так и подход автора. Ну, во-первых, достаточно концептуальное спорное положение связано с расширением применения экспертизы в налоговых отношениях. То есть из текста можно понять, что автор ратует за то, чтобы экспертизы как можно чаще применялись в налоговых отношениях. Однако тезис этот достаточно спорный и требует серьезной аргументации, которой в работе нет. Нет также в работе и рассмотрения контраргументов данному тезису. Почему я об этом говорю? Дело в том, что я не зря упомянул дело «Лесозавод-25», потому что данное дело подняло проблему, связанную с тем, что экспертиза становилась ключевым элементом для определения налоговых обязательств налогоплательщика. То есть, иначе говоря, когда налогоплательщик без экспертизы определял свои обязательства, он не мог быть уверен, что верно определил их. Получается, что законодатель с точки зрения формальной определенности недостаточно определенно сформулировал те или иные положения налогового законодательства, которые бы позволяли четко налогоплательщику без обращения к эксперту определить свои налоговые обязательства. То есть, нарушается принцип определенности. Поэтому, безусловно, тезис о том, что необходимо широко применять экспертизу, он достаточно спорный, требует определенных оговорок и уточнений. Следующий спорный момент связан с положениями на защиту. Во-первых, в целом хотелось бы отметить, что ряд положений, которые выносятся авторам, носят исключительно абстрактный характер, и из них непонятно, что именно защищает автор, какую позицию. Ну, в качестве примера можно привести, например, в пункте третьем автор указывает на то, что доказана необходимость включения дополнительных видов экспертиз при проведении налогового контроля. То есть, непонятно, о каких экспертизах идет речь. Другим таким абстрактным положением является пункт четвертый о том, что авторам предложены модели формулирования и группировки вопросов. То есть, опять же, непонятно, о чем речь. Конечно, можно привести на это замечание контраргумент, что о том, что именно хотел сказать автор, можно узнать из текста. Однако я с этим контраргументом не соглашусь, поскольку, на мой взгляд, необходимо, чтобы непосредственно из положений на защиту было понятно, что именно хочет защищать автора. Пусть это будет в общем виде, но все-таки общее содержание должно быть именно в положениях на защиту. Кроме того, вызывают вопросы и определенные формулировки даже в более конкретных положениях на защиту. Так, например, автор в самом первом пункте положения на защиту определяет понятия эксперта и экспертизы. Ну, во-первых, возникает вопрос, какая специфика у этих понятий применительно к налоговому праву. А специфики там особой и нет. Кроме того, вызывают определенные вопросы формулировки с точки зрения вообще русского языка. Опять же, какой-либо новизны в этих определениях я также не увидел. Следующий спорный момент связан с письмом ФНС России, реквизит которого вы видите. Вообще не совсем понятен статус, который придает автор этому письму. То есть автор в положениях на защиту предлагает вносить изменения в данное письмо и называет это письмо регламентом, который устанавливает правила проведения контрольных мероприятий. Ну, на самом деле, данное письмо, оно не носит какой-либо нормативный характер, и регламентом оно тоже не является, потому что если бы оно таковым было, то об этом бы прямо было указано в соответствующем письме. Что касается внесения изменений, то, повторюсь, это не нормативный какой-либо акт, чтобы в него вносить изменения. Ну, здесь следует сделать определенную ремарку, что, например, уточнение к данному письму ФНС России делало о том, что ряд рекомендуемых приложений к данному письму, они применяться не должны. Но лишь вот такие уточнения делались. Каких-либо изменений в данное письмо не вносилось в ФНС России, и я полагаю, что и вноситься не должно. Ну и, повторюсь, непонятен статус, который придается авторам данному письму. Следующая проблема связана с должной осмотрительностью. Автор, возможно, для того, чтобы все-таки как-то связать содержание диссертации с налоговым правом, зачем-то предлагает концепцию должной осмотрительности внедрить в деятельность экспертов. И абсолютно непонятно, какая здесь связь. Концепция должной осмотрительности имеет определенные цели и сферу применения. И причем тут деятельность эксперта абсолютно неясна. То есть это фактически совмещение красного и горячего, то есть несовместимых вещей. Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, то, что очень часто, читая диссертацию, возникал вопрос об относимости того либо иного материала к теме диссертации. То есть, например, абсолютно неясно, какое отношение этапы проведения экспертизы имеют к налоговому праву. Также неясно, какое отношение имеет раздел диссертации, связанный с достижением цели повышения качества экспертизы. Это достаточно общие вопросы, которые связаны с экспертизой, но какой-либо специфики в налоговой сфере здесь нет. Следующая проблема связана с порядком проведения экспертизы, которую предлагает автор. И я бы хотел обратить внимание только на один момент. Так, автор, предлагая алгоритм проверки достоверности бухгалтерской отчетности, указывает на то, что эксперту необходимо проверять добросовестность контрагента. Ну, на самом деле заявление достаточно спорное, поскольку вообще категория добросовестности – это, во-первых, оценочная категория, и оценкой занимаются определенные субъекты. И речь здесь идет о налоговых органах, которые специально собирают определенные доказательства материала, и у них есть полномочия на сбор соответствующих материалов, которые позволяют определить, являлся ли контрагент добросовестным, либо нет. Ну, определенные материалы может представлять и сам налогоплательщик, доказывая то, что его контрагент был добросовестным. Конечное решение о добросовестности контрагента в большинстве случаев принимает суд, который взвешивает те сведения, которые представлены налоговым органам и налогоплательщикам. Но при чем тут эксперт, и почему ему нужно выяснять добросовестность контрагента, абсолютно не ясно. Ну и в заключение хотелось бы поговорить о тех законодательных изменениях, которые предлагаются авторам. Во-первых, автор предлагает значительно расширить содержание статьи 95 Налогового кодекса, определив там понятие эксперта и его полномочия. Но возникает вопрос, какое отношение статья 95 Налогового кодекса имеет к регулированию данных вопросов. Это общие вопросы, которые регулируются законодательством, посвященным экспертной деятельности. И данное положение в Налоговом кодексе вряд ли целесообразно. Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что автор предлагает установить отдельную статью в Уголовном кодексе 285.6, которая бы специально регулировала вопрос привлечения к уголовной ответственности как экспертов, так и специалистов, ну и переводчиков. То есть предлагается новая отдельная статья в Уголовном кодексе. Во-первых, хотелось бы отметить, что автор перепутал все, что можно. Во-первых, перепутаны наименования глав, куда необходимо занести данную статью. То есть непонятно вообще, куда хочет автор внести эту статью, то ли в главу 30, то ли в главу 31 Уголовного кодекса. Во-вторых, непонятно вообще, почему нумерация статьи 285.6. Дело в том, что в Уголовном кодексе нет статьи 285.5. И логично было бы, что 285.5 необходимо вводить, а не 285.6. Но самое главное – это, конечно, содержание. Из того, что автор предлагает новую статью, при этом никак фактически не мотивируя ее, видно, что автор не знает специфики работы Государственной Думы и, в принципе, не знает специфику внесения изменений в Уголовный кодекс. Потому что если бы автор работал с данной проблематикой, то он бы увидел, что Верховный суд для подготовки положительного заключения в отношении изменений в Уголовном кодексе и в том числе при введении новых статей требует, во-первых, чтобы авторы статьи привели статистику, которая бы позволяла сделать вывод о необходимости введения новой нормы в Уголовном кодексе. Во-вторых, необходимо обосновать, что старые прежние нормы не позволяют решить проблем, связанных с теми либо иными нарушениями. Ну и необходимо вообще-то обосновать, что те деяния, за которые предлагается установить уголовную ответственность, они действительно носят повышенную общественную опасность. На самом деле данных тезисов автор не приводит, поэтому абсолютно непонятно, чем мотивирует автор необходимость внесения изменений в Уголовный кодекс. Следующее спорное изменение, которое предлагается авторам, связано с тем, что автор предлагает предупреждать экспертов об уголовной ответственности при проведении экспертиз в рамках налоговых отношений. Однако, если бы автор ознакомился с Налоговым кодексом, с практикой его применения, то, возможно, было бы понятно, что налоговые органы не занимаются уголовными вопросами и уголовной тематикой. И, соответственно, в их полномочия не входит предупреждение об уголовной ответственности. То есть это, опять же, не сфера регулирования Налогового кодекса. И поэтому такого рода изменения Государственная Дума не одобрит, потому что это противоречит концепции Налогового кодекса. Что касается оформления. Ну, в самом начале я говорил, что в работе очень много ошибок, описок, недочетов. И это, видимо, связано с тем, что автор не вычитывал работу. Ну, то есть написал, что называется, сразу и сразу же пошел защищать. Применительно к пунктуации ошибок достаточно много, и я полагаю, что вот здесь я указываю страницы, на самом деле этих ошибок еще больше, поскольку специально я такие ошибки не выискивал. При этом обращает на себя внимание то, что ряд ошибок по пунктуации носят систематический характер. Например, автор почему-то считает, что оборот в том числе должен с обоих обеих сторон выделяться запятыми. То есть после слова числе тоже должна быть запятая. Но непонятно, какими правилами русского языка руководствуется в данном случае автор. Применительно к орфографии тоже достаточно много ошибок, описок, пропусков. И опять же есть и систематические ошибки. Например, оборот, несмотря на авторов, почему-то не пишет раздельно. Хотя по правилам русского языка, несмотря пишется слитно. Встречаются в работе и длинные предложения. Ну, замечу, что этих предложений не сказать, что так уж много, но я всегда обращаю на это внимание. И здесь следует заметить, что длинные предложения, они усложняют восприятие текста. А значит и восприятие той мысли, которую хочет передать автор своим читателям. Поэтому все-таки длинными предложениями лучше не злоупотреблять. Следующий аспект, он также связан с длинным предложением. В данном случае речь идет о длинной цитате. Так, на странице 23 можно увидеть длинную цитату из акта кондиционного суда. С одной стороны, это не претензия автору. Ну, автор решил полностью процитировать. Однако, я полагаю, и это рекомендация будущим соискателям, что все-таки, если даже вы берете источник и там длинное предложение, наверное, не стоит его либо полностью цитировать, либо вообще цитировать. Можно изложить его смысл своими словами более кратко. И текст будет восприниматься нормально. Ну, и здесь ничего зазорного нет, да, что не цитируешь, а пересказываешь своими словами. Это даже лучше вы тренируетесь излагать чужие мысли. И, наконец, еще один аспект – это оформление ссылок. К ним тоже есть вопросы, потому что многие ссылки все-таки оформлены не в соответствии с общепринятыми правилами. Так, например, ссылки на электронные ресурсы не всегда содержат дату обращения к этим электронным ресурсам. Ну, есть и другие ссылки на другие источники, которые также вызывают вопросы в правильности их оформления. Применительно к перспективным темам. Ну, исходя из общего обзора, который сделан, можно понять, что, на мой взгляд, тема, по сути дела, не раскрыта. То есть, должным образом не раскрыты проблемы, которые существуют применительно к экспертизе в налоговых отношениях. А поскольку, как я уже говорил, тема достаточно актуальна и востребована, то я полагаю, что тот или иной аспект экспертизы в налоговых отношениях может стать темой будущей диссертации. И если эту тему должным образом раскрыть, то такая диссертация будет широко востребована, в том числе среди специалистов. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Продолжаем рассматривать диссертационные исследования 2019 года. И на этот раз речь пойдет о работе Шимеонова Артура Раилевича, которая посвящена пеням в налоговом и таможенном праве. Что касается актуальности работы. Ну, вообще, сам я сформулировать не могу, насколько эта работа актуальна и насколько она разрешает какие-то практические проблемы. Правда, здесь я сразу оговорюсь, что все-таки, работая по большей части с налоговым правом, мой вывод, он касается именно о пенях в налоговом праве. И здесь следует заметить, на мой взгляд, все то, что говорит автор, уже встречалось ранее в различных работах и монографиях. Однако, поскольку автор также затрагивает проблемы, связанные с пенями в таможенном праве, я не исключаю, что в этой части работа актуальна. Что касается восприятия, ну, наиболее положительным для меня является то, что работа, на мой взгляд, является идеальным примером по оформлению. То есть, идеально оформлены ссылки, очень мало каких-либо описок, и, на мой взгляд, в этом плане работа может выступать в качестве примера оформления диссертационных работ. Ну, что касается положений о пенях в налоговом праве, я уже сказал, что, на мой взгляд, большинство положений, о которых говорит автор, так или иначе, уже встречались в литературе. По поводу таможенного права. Здесь я, по большей части, не могу что-либо сказать, поскольку с таможенным правом глубоко не работаю. И отмечу также, что мне было интересно прочитать работу в части, связанной с пенями в таможенном праве. Что касается интересных положений и проблем, которые затрагиваются в работе. Ну, во-первых, автор обращает внимание на различный порядок регулирования начисления пеней в связи с уплатой таможенных платежей. И эта проблема, она актуальна для Евразийского экономического союза. Автор считает, что отсутствие единообразия в начислении пеней может создавать правовые проблемы и коллизии. Правда, я в работе не увидел практических примеров таких коллизий, но здесь доверимся автору. При этом автор предлагает все-таки унифицировать порядок начисления пеней в Евразийском экономическом союзе. Следующее интересное положение, оно, кстати, затрагивает пеней именно в налоговом праве. Так, автор предлагает в статье 75 Налогового кодекса прямо закрепить правило о том, что запрещается уменьшать пене. Вообще, следует заметить, и об этом же говорит автор, что правоприменительная практика по данному вопросу, в общем-то, по большей части единообразна. Ну, то есть, арбитражные суды однозначно считают, что нельзя уменьшать пене в налоговом праве. Что касается судов общей юрисдикции, то большинство судов также аналогичным образом не считают возможным уменьшить пене. Хотя встречаются единичные примеры, случаи судебных актов, в которых пене по налоговому праву, они уменьшаются. Соответственно, автор, чтобы исключить какое-то двойное неоднозначное толкование, и предлагает закрепить соответствующее правило. И я думаю, что в этом плане, наверное, автора можно поддержать, поскольку данное правило позволит налогоплательщикам не тратить зря силы, средства, время для того, чтобы формировать свою позицию, о возможности уменьшения пеней, которые начислены на основании статьи 75 Налогового кодекса. Следующее интересное положение связано со сравнением пеней в различных государствах – Белоруссии, Казахстане, Армении. Так, например, в Армении в Налоговом кодексе закрепляется, что пене – это все-таки ответственность. Ну и в целом данный материал, он интересен для расширения кругозора. Наконец, еще один интересный момент – это, на мой взгляд, правильный подход, который применил автор при оценке пеней. Правда, опять же, на мой взгляд, автор все-таки не раскрутил этот подход и не пришел к, на мой взгляд, достаточно интересным выводам, к которым такой подход может привести. Так, автор оценивает пене не только с точки зрения определенных правовых аргументов, то есть какой порядок начисления пеней, где пене закреплены в правовых актах, но и также с экономической точки зрения, а именно с точки зрения размера пеней. И это абсолютно верный подход, поскольку, исходя из размера пеней, действительно можно делать вывод, какую роль они играют – либо компенсационную, либо все-таки они играют роль ответственности. Автор справедливо указывает, что, исходя из размера пеней, которые закреплены в Налоговом кодексе, можно все-таки однозначно говорить, что в данном случае пене играют исключительно компенсационную роль. Однако, здесь можно было бы и продолжить исследование. Дело в том, что есть ситуации, когда помимо пеней начисляются и иные платежи, в данном случае проценты. Это ситуация, когда налогоплательщик в заявительном порядке необоснованно возмещал НДС. И в такой ситуации правоприменительная практика допускает одновременное начисление и пеней, и процентов. И в такой ситуации размер одновременно и пеней, и процентов уже перестают выполнять исключительно компенсационной функции. И, по сути дела, превращаются в меру ответственности. Но при этом такая ответственность налагается налогоплательщика без выяснения ключевого основания, а именно без выяснения, есть ли вина налогоплательщика и какова эта вина. И здесь можно было бы ставить вопрос о допустимости одновременного начисления пеней и процентов в том случае, если налогоплательщик необоснованно возмещает НДС в заявительном порядке. Но, к сожалению, повторюсь, автор эту проблему не ставит и не рассматривает. Что касается спорных моментов, то хотелось бы обратить внимание на следующее. Во-первых, автор достаточно много внимания уделяет историческому развитию пеней. И, на мой взгляд, если бы речь шла об учебном пособии, то здесь вопросов бы не было. Но, поскольку речь идет о диссертации, которая направлена на разрешение все-таки практических проблем, возникает вопрос, необходимо ли было вообще столько внимания и времени уделять именно историческому развитию пеней. Кроме того, например, возникает вопрос, а какое значение для современного развития, можно сказать, института пеней имеет, например, то, что раньше они начислялись не за каждый день, а, например, за определенный период, месяц. В этом плане работа мне, во всяком случае, не ясна. Следующий спорный момент связан с понятием недоимки. Ну, в общем-то, автор описывает нормативное понятие недоимки. Однако я в работе не увидел рассмотрения правоприменительного подхода к недоимке. А именно то, что недоимка считается возникшей в том случае, если у налогоплательщика, ну, я имею в виду, естественно, речь идет о налоговой недоимке, если у налогоплательщика возникает задолженность перед бюджетом. То есть, иначе говоря, в том случае, если налогоплательщик в установленный срок не уплачивает налог, это не значит, что у него возникают недоимки. В том случае, если за предыдущие периоды у него есть переплата. Это, безусловно, важный момент в понятии недоимки. Он имеет значение и для начисления пеней, и для привлечения к ответственности. Безусловно, его необходимо было отразить в работе, однако я этого не увидел. Наконец, еще один спорный момент. Автор указывает на то, что взыскание пеней с граждан должно происходить на основании положений Кодекса административного судопроизводства. При этом, автор считает, что данный кодекс неполно регулирует данный вопрос, поскольку в нем упоминается только, что в соответствии с порядком, установленным данным кодексом, с граждан взыскиваются обязательные платежи, а также санкции. По мнению автора, это недостаточно. Однако, видимо, автор считает, что все-таки, исходя из толкования, пене взыскиваются на основании данного кодекса, поскольку почему-то законодатель косвенно признает, что пене – это санкции. Но, на мой взгляд, подход достаточно спорный. Во-первых, автор не приводит к какой-либо применительной практике, которая бы указывала, что возникают какие-либо проблемы с определением того, как взыскивать в судебном порядке пене с граждан. Это означает, что, собственно говоря, каких-либо проблем не возникает, если соответствующей практики нет. Второй аспект, что в статье 48 Налогового кодекса прямо указывается на то, что пене с граждан взыскиваются на основании законодательства об административном судопроизводстве. То есть есть прямое указание законодателя. И здесь возникает вопрос, а необходимо ли было бы такое прямое указание в кодексе административного судопроизводства. Ну и также, даже если бы всех этих указаний не было, на мой взгляд, немножко странное рассуждение автора о том, что, исходя из толкования, можно прийти к выводу, что пене взыскиваются, поскольку законодатель, дескать, косвенно признает, что пене – это санкции. На самом деле, мне кажется, что логика рассуждений должна быть иной. Дело в том, что пене, они носят аксессорный характер по отношению к налогам. Соответственно, все то, что разрешено в отношении налогов, то же самое разрешено и в отношении пеней. Соответственно, если налоги взыскиваются с граждан в судебном порядке, в определенном судебном порядке, который установлен в кодексе, значит и пене взыскиваются в том же самом порядке. Что касается оформления, то в самом начале я уже говорил, что, на мой взгляд, данная диссертационная работа может служить положительным примером в плане оформления диссертации. И, безусловно, будущим соискателям, диссертантам необходимо обратить на данную работу в плане оформления внимание. Из наиболее положительных моментов в плане оформления хотелось бы обратить внимание, во-первых, на достаточно четкое изложение раздела, посвященного методологии диссертации. Там указывается метод, который использовался, и как он использовался в работе. Следующий положительный момент – это, безусловно, оформление ссылок. Наиболее такое четкое и, на мой взгляд, вообще идеальное оформление ссылок достаточно трудно встретить в современных диссертационных работах. Поэтому в этом плане также необходимо ориентироваться на данную работу в будущем соискателям. Ну, можно сказать и об определенных отрицательных моментах. В работе встречаются длинные предложения, их немного, но все-таки на это хотелось бы обратить внимание, что длинные предложения, они, конечно, усложняют восприятие текста. И необходимо следить за тем, чтобы все-таки как предложения, так и текст воспринимались легко для читателя. Следующий момент связан с описками и спорными моментами в плане пунктуации. Ну, на мой взгляд, их очень мало. А с учетом того, что объем текста большой, можно вообще сказать, что, по сути дела, описки и какие-то спорные моменты в плане пунктуации отсутствуют. И я думаю, что действительно автор целенаправленно вычитывал работу, возможно, давал кому-то другому вычитывать работу, и это привело к положительному, хорошему результату. То есть очень мало каких-то ошибок, описок в тексте. И это, безусловно, подкупает. И на это тоже следует обратить внимание, что перед тем, как опубликовать текст, его нужно хорошо вычитать. Что касается перспективных тем. Ну, на мой взгляд, интересно было бы все-таки рассмотреть, и этого в работе я не увидел, как все-таки расценивать повышение пеней после 30 дней наличия недоимки. То есть, насколько здесь соблюдается принцип равенства участников налоговых отношений, поскольку такое повышение, оно распространено исключительно на организации. Следующий момент, который интересно было бы рассмотреть, это основание для освобождения от пеней. В работе автор рассматривает ситуацию, когда от пеней освобождаются лица в том случае, если они выполняли разъяснение финансовых органов. А возникает вопрос, что делать, если негативные последствия, в том числе недоимка, а значит и начисление пеней, они возникли в результате выполнения разъяснений нефинансовых государственных органов. Эта проблема, она встречается на практике, и в том числе эта проблема, она поднималась на уровне конституционного суда. И, конечно, ее хорошо бы рассмотреть и на диссертационном уровне. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Продолжаем рассматривать диссертации по налоговому праву. На этот раз диссертация 2019 года, которая посвящена налоговой выгоде. Автором диссертации является Попкова Жанна Георгиевна. Что касается актуальности настоящей диссертации, то здесь следует заметить, что вообще налоговые споры, предметом которых является налоговая выгода, являются наиболее распространенными среди всего объема налоговых споров. И, конечно же, рассмотрение проблем, которые связаны с налоговой выгодой, это и полезно, и актуально, и затрагивает интересы и как налогоплательщиков, ну и также специалистов, которые работают с налоговыми спорами. Правда, здесь есть определенная проблема. И заключается она в том, что поскольку проблемы налоговой выгоды затрагивают широкий круг налогоплательщиков, их и рассматривают многие специалисты. И, соответственно, достаточно сложно найти проблему, которая бы не затрагивалась, и сложно сделать выводы, которые бы ранее не делались по налоговой выгоде. И в этой связи здесь сразу признаюсь, что сначала, прочитав работу, я как-то к ней отнесся скептически, поскольку мне показалось, что каких-либо новых подходов в диссертации нет. Хотя потом, перечитав работу, все-таки, во-первых, я пришел к выводу, что работа полезна тем, что она дает определенный исторический обзор, связанный с налоговой выгодой. Ну и, кроме того, там все-таки есть определенные подходы, которые ранее, во всяком случае, я не встречал в литературе. Поэтому диссертация заслуживает внимания тех, кто действительно хочет более глубоко разбираться вообще в налоговом праве и в налоговой выгоде в частности. Что касается восприятия. Ну, я уже сказал, в работе есть интересные положения, на которые следует обратить внимание, и я о них еще скажу. Но есть определенные и отрицательные моменты. Во-первых, автор, на мой взгляд, злоупотребляет длинными предложениями. А я неоднократно уже говорил, что если в работе достаточно много длинных предложений, которые трудно воспринимаются, то и сама работа воспринимается сложно, и те идеи, которые пытается передать автор читателям, они воспринимаются достаточно сложно. Кроме того, я обратил внимание, что автор достаточно активно ссылается на работу, диссертацию Баринова. Ну, на данного автора я обращаю внимание, поскольку его работу я разбирал на канале, и, честно говоря, на мой взгляд, диссертационная работа этого автора достаточно слабая. Ну, там просто пересказываются общие положения теории государства и права, ну, и много выводов, которые непонятно, откуда берутся, непонятно, как автор, ну, точнее, автор их, в общем-то, не обосновывает. Понятно, что это дело выбора любых авторов, да, выбирать, на кого ссылаться, либо не ссылаться. Но, тем не менее, я все-таки должен обратить внимание, да, что, на мой взгляд, работа Баринова – это не настолько авторитетный источник, чтобы на него много ссылаться. Итак, что касается интересных положений и проблем. Ну, во-первых, следует отметить, что диссертация Попковой – это, пожалуй, либо первая, либо одна из первых диссертаций, в которых подробно рассматривается статья 54.1 и ряд проблем, которые с ней связаны. Конечно, следует заметить, что не все те выводы, которые делаются в работе, они однозначны, и, пожалуй, есть ряд выводов, которые спорные, но в любом случае необходимо это отметить, да, что предпринимается одна из первых попыток рассмотреть на диссертационном уровне статью 54.1. Следующее интересное положение связано со злоупотреблениями и борьбой правоприменительной практики с данным явлением. Так, автор указывает на то, что в целях борьбы со злоупотреблениями в налоговом праве судебная практика пошла по пути снижения определенности налоговых норм, ну, то есть формальной определенности. И с этим выводом также связано то, что, по мнению автора, поскольку суды идут по пути снижения определенности налоговых норм, они вынуждены и в случае установления, получения необоснованной налоговой выгоды, да, отказываться от применения пункта 7 ст. 3 Налогового кодекса. Это достаточно интересный подход, и на него следует обратить внимание. И вообще, на мой взгляд, вот в этой части, пожалуй, работа наиболее сильная, с моей точки зрения. Также автор затрагивает вопрос, связанный с применением расчетного метода. И здесь, кстати, достаточно интересно сложилась ситуация. Дело в том, что автор указывает на то, что, исходя из содержания постановления номер 53, получается, что в том случае, если установлено, что лицо получало необоснованную налоговую выгоду, то лицо лишается права на применение в отношении него расчетного метода. Но вообще следует заметить, что на момент написания диссертации этот вывод, он все-таки выглядел достаточно спорно, поскольку в постановлении номер 53 есть пункт 7, который указывает на то, что налоговые последствия должны определяться, исходя из реального экономического смысла операций, сделок. И вот данный пункт многие специалисты воспринимают и трактуют как, ну, фактически один из вариантов налоговой реконструкции. А поскольку расчетный метод является одним из инструментов налоговой реконструкции, то, соответственно, и это означает, что постановление 53, оно не отвергало применение расчетного метода. Однако, поскольку практика, в общем-то, развивается, то все-таки автор, можно сказать, смотрел в будущее, поскольку в 2021 году появляется дело мэрии, в котором можно увидеть в определенной мере схожесть подхода, который высказывается в диссертации. То есть, действительно, если лицо, скажем, замечено в получении необоснованной налоговой выгоды, и при этом лицо достаточно активно участвовало в создании схемы для получения необоснованной налоговой выгоды, то оно, по сути дела, лишается права на применение расчетного метода. В любом случае, вот на этот подход, с учетом текущей налоговой практики, на этот подход автора необходимо обратить внимание. Наконец, автор затрагивает достаточно актуальную проблему, и тогда актуальную и сейчас, а именно проблему, связанную с выявлением выгодоприобретателей. Автор указывает на то, что в настоящий момент требовать от налоговых органов выявлять реальных выгодоприобретателей тех, либо иных налоговых схем нельзя, поскольку в данном случае у налоговых органов недостаточно полномочий. Автор считает, что необходимо в данном случае проводить реформу полномочий налоговых органов, по сути дела, придавать налоговым органам статус оперативно-следственных органов, и, исходя из этого, тогда можно с них требовать, чтобы они выявляли реальных выгодоприобретателей тех, либо иных налоговых схем. Итак, что касается спорных положений. Начать хотелось бы с проблемы преемственности статьи 54.1 Налогового кодекса и постановления номер 53. В самом начале диссертации автор указывает на преемственность статьи 54 и постановления номер 53. Такой подход есть, и здесь спорного ничего нет. Однако здесь хотелось бы, конечно, обратить внимание, что вот эта проблема, ее можно было бы рассмотреть более глубоко и, соответственно, развернуть эту проблему. И в чем это заключается? Во-первых, можно было бы поставить проблему вообще. Мог ли законодатель ввести статью 54.1 Налогового кодекса в отрыве от постановления номер 53? То есть установить норму, в которой действительно не было бы положений, которые бы указывали на преемственность с постановлением номер 53. Почему эта проблема важна? Потому что здесь поднимаются вопросы о исполнении, точнее, выполнении кондиционных, по сути дела, принципов, связанных с обеспечением доверия граждан к регулированию, а также с последовательностью регулирования. Ну, поскольку все-таки у граждан должны быть правомерные ожидания в регулировании, и можно было бы сделать вывод, что если бы статья 54.1 Налогового кодекса не была бы никак связана с постановлением номер 53, то в данном случае можно было бы говорить, что нарушаются определенные кондиционные принципы. Но, к сожалению, такой проблемы автор не ставит. Хотя было бы интересно посмотреть, как бы автор решил эту проблему. Следующее действительно спорное положение, и, пожалуй, это наиболее слабое место в диссертации. А именно то, что автор считает, что налоговая выгода – это правовой институт, состоящий из одной нормы 54.1, и у этого института даже есть субинституты, налоговая выгода по НДС, налогу на прибыль и так далее. Вообще эта конструкция сама по себе выглядит достаточно искусственно, и автор не приводит каких-то сильных аргументов в пользу того, что налоговая выгода – это некий самостоятельный правовой институт в налоговом праве. И эта проблема, связанная с обоснованием правового института, она характерна не только для данной работы, но и вообще как для налоговых диссертаций, так и в целом для правовых диссертаций. Потому что очень часто авторы любого правового явления пытаются назвать в качестве нового самостоятельного правового института. При этом какие-либо серьезные аргументы не заявляются. А в действительности выявление и выделение правового института – это достаточно сложная работа, которая требует достаточно сложной и обоснованной аргументации, которой часто нет в диссертационных работах по праву, ну и в настоящей работе тоже. Соответственно, нет такой аргументации. Вообще, вот эту проблему я уже затрагивал, как в своей статье о проблемах диссертации по налоговому праву, так и в кратком семинаре по проблемам диссертации по налоговому праву. Семинар – это видео. Поэтому, кому интересно, можете найти. Здесь же, в свою очередь, я хотел бы сказать, что, ну, например, автор не обосновывает, почему налоговая выгода должна выделяться в качестве самостоятельного правового института, а не включаться в какие-то иные уже существующие классические правовые институты. Не указывается, какая практическая необходимость выделения налоговой выгоды в качестве правового института, какая значимость. Поэтому, повторюсь, это положение достаточно спорное. Следующее спорное положение связано со злоупотреблениями обязанностями. Ну, здесь я просто не совсем понял позицию автора по данному вопросу. Так, в одной части работы автор указывает на то, что сложно привести примеры, связанные со злоупотреблениями обязанностями. С другой стороны, автор приводит в качестве примера злоупотребления обязанностями так называемую итальянскую забастовку, то есть ситуацию, когда работники, служащие досконально выполняют свои обязанности, делают это формально, да, не ориентируясь на реальную ситуацию. И в итоге, несмотря на то, что они выполняют обязанности, это для, скажем, ситуации становится негативным. Вот, и здесь можно было бы говорить о том, что происходит злоупотребление обязанностями. Поэтому, на мой взгляд, здесь есть какое-то противоречие в позиции автора. Следующий аспект связан с оценкой предшествующего поведения. Ну, вообще автор справедливо указывает на то, что очень часто в налоговых спорах оценивается предшествующее поведение субъектов налоговых отношений. Исходя из этого, да, делается вывод о том, злоупотребляют они своими правами, либо вообще правомерно действуют, либо нет. И при этом автор, рассматривая вот этот подход судов, иллюстрирует его исключительно на налоговых органах. То есть, например, когда налоговый орган долгое время признавал правомерность применения налогоплательщикам какого-либо специального налогового режима, например, УСН, а потом неожиданно придирается к каким-то формальным основаниям и указывает на то, что налогоплательщик неправомерно применяет специальный налоговый режим. И действительно такие ситуации встречаются, но также встречаются и ситуации, когда оценивается предшествующее поведение налогоплательщика. И, на мой взгляд, в работе необходимо было привести и практику по налогоплательщикам. То есть, например, когда налогоплательщик долгое время закупает товар напрямую у производителя, а затем почему-то меняет договорную схему, и в этой договорной схеме по каким-то причинам появляется посредник. При этом этот посредник может оказаться однодневкой. И, исходя из этого, могут оцениваться поведение и добросовестность налогоплательщика. Следующий спорный момент связан, ну, даже такой противоречивый момент в работе связан с оценкой отклонения рыночных цен. Так, автор приводит условный пример, что в том случае, если налоговый орган установил, например, что рыночная цена товара не 100 рублей, а 80, то он может делать вывод о получении необоснованной налоговой выгоды и, соответственно, признавать расходы, вычеты по НДС полностью необоснованными. И, по мнению автора, такой подход поддерживается и судами. На самом деле, подход судов, он все-таки несколько иной. Во-первых, подход судов заключается в том, что отклонение от рыночных цен, которое указывает на то, что лицо получает необоснованную налоговую выгоду, в данном случае должно быть многократным. И, в общем-то, автор об этой практике знает и указывает об этом на другой странице, правда, в другой части работы. Вот, кроме того, здесь следует учитывать, что все-таки отклонение от рыночных цен не является самостоятельным основанием для вывода о том, что лицо получает необоснованную налоговую выгоду. То есть отклонение от рыночных цен является лишь одним обстоятельством, но необходимо установить и другие обстоятельства. Ну, например, взаимозависимость налогоплательщика и другого участника сделки, по которой есть многократное отклонение от рыночных цен. Что касается оформления. Ну, следует заметить, каких-то серьезных проблем с оформлением в работе нет. Ну, следует заметить, что встречаются, конечно, описки в работе. Но не сказать, что их много. И, в общем-то, это действительно описки, а не какая-то неграмотность автора. Следующее, ну, на это обстоятельство я уже обращал внимание, да, это достаточно много длинных предложений. Да, то есть предложений, которые превышают 50 слов и более. Сами предложения сложно воспринимаются, и в связи с многочисленностью таких предложений сам текст диссертации воспринимается достаточно сложно. Ну, здесь я привожу наиболее яркие примеры, да, когда те или иные предложения, они превышают 70 слов. Есть даже вот предложения по 100 слов. Правда, здесь следует заметить, что ряд вот этих предложений – это, видимо, цитаты. Но здесь хотелось бы обратить внимание, что если автор, на которого пытается ссылаться диссертант, также использует длинные предложения, то следует подумать о том, не нужно ли просто пересказать общий смысл этого предложения более кратко, чем загружать текст таким длинным предложением. Наконец, еще обращать на себя внимание, что зачастую автор, на мой взгляд, ну, приводит достаточно длинные цитаты. То есть цитаты, цитирование, да, там, части той либо иной работы, например, на страницу, полстраницы. Хотя, на мой взгляд, этого можно было бы и не делать. Что касается перспективных тем, то, ну, следует заметить, что практика по статье 54.1 НК достаточно активно развивается, выявляются какие-то новые проблемы, выявляются новые решения старых проблем. И, конечно же, сама по себе статья 54.1 НК может стать самостоятельным предметом диссертационного исследования. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Продолжаем рассматривать диссертации 2019 года. На этот раз речь пойдет о диссертации Ема Артемия Владимировича, которая посвящена проблемам обложения НДС-услуг в электронной форме. Что касается актуальности выбранной темы, то вообще следует заметить, что вопросы обложения электронных услуг, электронной торговли и вообще обложения международных компаний, гигантов, которые оказывают эти услуги, этот вопрос, он является актуальным для многих стран и активно обсуждается. Соответственно, рассмотрение и решение проблем, которые связаны с обложением услуг, которые оказываются в электронной форме, безусловно, это важно и необходимо как с теоретической, так и с практической точки зрения. Поэтому тема, безусловно, актуальна. Что касается восприятия работы, то вообще она вызывает двойственное впечатление. С одной стороны, в работе приведены достаточно интересные факты, прежде всего по регулированию в Европейском Союзе. Там указывается о том, какие услуги облагаются, какие применяются подходы, какие выявляются проблемы при обложении соответствующих услуг в электронной форме. Все это интересно и познавательно. С другой стороны, когда я читал работу и по прочтению работы, у меня постоянно было впечатление, что работа могла быть гораздо лучше. Это связано со следующим. Во-первых, есть проблемы, о которых говорит автор, и они интересные, но автор их не рассматривает, по сути, и не анализирует, всего лишь их обозначая. Второе, о чем хотелось бы сказать, это о глубине анализа тех либо иных проблем. Во многих случаях автор все-таки останавливается на одном каком-то аспекте и не рассматривает проблему с различных точек зрения. Хотя такой подход, безусловно, обогатил бы как саму работу, так и, возможно, прибавил бы обоснованности тем предложениям и решениям, которые делаются в работе. Наконец, хотелось бы сказать непосредственно об обоснованности предложений, особенно тех, которые связаны с изменением регулирования обложения НДС услуг в электронной форме. Зачастую таким предложениям, опять же, не хватает аргументации, не хватает проработанности. Что касается интересных положений, то наиболее сильной частью работы является та, которая посвящена особенностям обложения электронных услуг НДС в Европейском Союзе. Автор рассматривает проблемы определения состава услуг в электронной форме, которые подлежат обложению НДС, рассматривает различные исключения, особенности возложения обязанностей по уплате НДС. Все это, безусловно, интересно и заслуживает внимания. Следующая интересная проблема связана с различным обложением операций по реализации электронных книг и бумажных книг. Но та же проблема возникает применительно к игрушкам. Но прежде всего, хотелось бы поговорить об электронных и бумажных книгах. Действительно, эта проблема, она известна давно и в России. И, кстати, что самое интересное, она наиболее остро стояла, даже не применительно к НДС, а применительно к ЕНВД, поскольку деятельность по реализации электронных книг, она не могла облагаться ЕНВД, во всяком случае, так считали фискальные органы. Что касается непосредственно проблемы различного обложения электронных книг и бумажных книг и проблемы распространения льгот на электронные книги, то автор достаточно подробно рассматривает эту проблему и как она решалась в Европейском Союзе. При этом здесь интересно, что Европейский Союз приходил к различным решениям. То есть сначала судебные органы говорили о допустимости различного обложения и допустимости того, что на электронные книги не распространяются те либо иные льготы. Но затем Европейский суд, его судебные органы пришли к выводу, что такое различное обложение ведет к дискриминации продавцов. И, соответственно, продажа как электронных книг, так и бумажных книг должна облагаться одинаково. По мнению автора, это правильный подход, и он считает, что именно такой подход должен быть и в России. То есть в России должно быть равное обложение электронных и бумажных книг. Я в целом не говорю, что этот вывод правильный либо неправильный. Но, на мой взгляд, он сделан на основе несколько однобокого анализа. То есть автор принял только одну позицию. Но вот этот вывод, он был бы сильнее, если бы автор все-таки достаточно подробно рассмотрел особенности регулирования и попытался выяснить волю законодателя. На что была направлена воля законодателя, когда вводилась соответствующая льгота и почему эта льгота толкуется так, что она может распространяться по большей части только на продажу именно бумажных книг. И здесь автор мог бы затронуть, ну, на мой взгляд, достаточно фундаментальные вопросы для налогового права. Так, во-первых, можно было бы затронуть общий вопрос о целях льгот. А целями льгот, в том числе по налоговому праву, может быть поддержка слабых субъектов с экономической точки зрения. И возникает вопрос, требуют ли поддержки продавцы электронных книг. Ведь все-таки электронные книги, спрос на них есть и он с каждым годом расширяется. То есть в данном случае каких-либо проблем с реализацией продавцы электронных книг не должны испытывать. Чего не скажешь о продавцах бумажных книг, поскольку постоянно говорится о том, что спрос на бумажные книги и вообще на бумажную печатную продукцию с каждым годом снижается. Из-за того, что соответствующий формат бумажный, он вытесняется электронным форматом. И здесь можно было бы говорить, что вот эта льгота, которая вводится государством, она направлена на самом деле на поддержку отрасли, связанной с печатной продукцией и в целом также с бумажной продукцией. Для того, чтобы все-таки как-то поддержать соответствующую промышленность, производителей и, соответственно, сохранить данную отрасль. И на самом деле для такого вывода есть серьезные аргументы, которые можно было бы взять из других глав налогового кодекса, а именно из главы о налоге на прибыль, где регулярно вводятся какие-то новые льготы, послабления, связанные именно с производителями бумажной печатной продукции. Поэтому льготу по НДС и ее распространение на, соответственно, производителей бумажной печатной продукции, ее можно рассматривать в качестве поддержки слабого с экономической точки зрения субъекта. Еще один аспект, на который можно было бы обратить внимание, это вообще на порядок ценообразования в отношении электронных книг и печатных книг. Так, в данном случае есть мнение, что себестоимость бумажных книг, она выше, ну, в силу того, что существует материальный носитель, который также стоит денег, чего, в общем-то, у электронных книг может не быть. И, соответственно, в этом плане, опять же, электронные книги выигрывают. Но, поскольку я уже говорил, да, что необходимо поддерживать именно производителей печатной продукции, то, соответственно, такая льгота распространяется только и на них. И, если бы автор рассмотрел данные аргументы, оценил бы, сильны данные аргументы, то, на мой взгляд, и вывод о том, что различное обложение электронных и бумажных книг ведет к дискриминации, он бы был более сильным, более обоснованным. В заключении я хотел бы вообще заметить, что, когда рассматривается та или иная проблема, то всегда необходимо ее рассматривать с различных точек зрения. то есть необходимо, конечно, рассматривать ее и применительно к тому подходу, который поддерживается самим автором, но необходимо рассматривать и некие противоположные подходы, если они существуют. И, соответственно, необходимо оценивать сильные стороны того либо иного подхода и слабые стороны. И, исходя из этого, уже объяснять, почему тот вывод и подход, который делается автором, он более обоснован и может быть даже выгоден для налогоплательщиков, государства, бюджета. Итак, что касается спорных положений. Ну, во-первых, хотелось бы поднять вопрос о полноте материала. Автор, рассматривая проблемы, связанные с обложением международных операций, услуг в электронной форме сосредоточился по большей части в описании особенностей, которые существуют в Европейском Союзе. Однако, хотелось бы обратить внимание, что применительно к России есть более близкое экономическое объединение, а именно ЕС, то есть Евразийский экономический союз. И следует заметить, что, судя по разъяснениям Минфина, достаточно много вопросов, связанных с обложением операций в электронной форме, возникает именно применительно к Евразийскому экономическому союзу. И проблемы, которые там возникают, было бы интересно рассмотреть. Однако, в работе, к сожалению, этот аспект вообще не рассматривается. Следующий спорный момент связан с тем, что автор в положениях на защиту делает вывод, что какой-либо отдельный налог для обложения электронных услуг не требуется. То есть, достаточно НДС, ну, правда, он должен определенным образом быть модифицирован, исходя из специфики электронных услуг. Следует заметить, что, действительно, эта проблема, связанная с тем, необходим ли новый налог, либо нет, она достаточно интересная. И в действительности на нее необходимо было потратить больше времени и усилий, нежели это сделал автор. Дело в том, что непосредственно в тексте диссертации каких-либо аргументов, серьезных, либо даже несерьезных, автор, по сути дела, не приводит. Он лишь продублировал этот вывод на странице 33. Хотя, повторюсь, если бы автор уделил этому вопросу большее внимание, рассмотрел бы те предложения, которые делались об обложении электронных услуг, рассмотрел бы те налоги, которые предлагались и предлагаются для обложения электронных услуг, то, безусловно, это обогатило бы работу, сделало бы ее более интересной. Следующая проблема, она связана с решением фундаментальных вопросов, связанных с регулированием обложения НДС услуг в электронной форме. Так, автор достаточно много критикует то регулирование, которое существует в России и указывает на то, что таким фундаментальным глобальным решением проблем, которые существуют в России, может стать заключение международных соглашений. И важным пунктом этих соглашений будет то, что стороны будут признавать, что услуга должна считаться оказанной на территории того государства, где находится непосредственно потребитель. Второй аспект этих международных соглашений может быть связан с особенностью уплаты НДС. И автор считает, что необходимо заимствовать опыт Европейского Союза, которым используется при решении вопроса об оплате НДС принцип мини-магазина одного окна. То есть предлагается в международное соглашение включить тот порядок, ту процедуру, которая существует в Европейском Союзе. Ну, на самом деле предложение, которое делается автором, оно спорно по следующим причинам. Во-первых, это вопрос о вообще реализуемости такого предложения. То есть автор-то сам говорит, что такого рода предложения трудно реализуемы. То есть понятно, что ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе такое предложение вряд ли будет воспринято. Здесь хотелось бы в принципе обратить внимание, что вообще международные соглашения в отношении косвенных налогов, они заключаются не так часто, но в сравнении с соглашениями о прямых налогах. Что еще больше говорит о том, что вероятность заключения таких международных соглашений по всему миру достаточно затруднительна. Второй аспект, и вот это на самом деле мне кажется главная претензия, которая может предъявляться автору, что автор просто высказывает идею, но диссертация, она вообще пишется для того, чтобы предложить конкретное рабочее решение. Я уже сказал, что вряд ли такое предложение можно считать рабочим, поскольку оно трудновыполнимо, но в любом случае должно быть конкретное решение, то есть законодательный орган, скажем, депутат, должен был бы взять диссертацию и, прочитав ее, четко понимать, как выполнить соответствующее решение. Ну, фактически авторам диссертации следует готовить, скажем так, законопроекты, которые могут сразу направляться в Государственную Думу. Но применительно к идее автора, автору следовало бы подготовить непосредственно модель такого международного соглашения, то есть, например, по аналогии с моделями международных соглашений об избежании двойного налогоблажения. Модель такая, например, утверждена правительством Российской Федерации. Однако, такой модели автор не приводит, а на мой взгляд зря, потому что с одной стороны это, безусловно, обогатило бы диссертацию, с другой стороны, готовя соответствующую модель соглашения, автор мог бы увидеть новые проблемы, которые связаны с обложением НДС электронных услуг. Наконец, хотелось бы обратить внимание и еще на один аспект. Как я уже сказал, автор достаточно много критикует ту модель регулирования, которая существует в России, применительно к НДС и обложению НДС электронных услуг. Однако, с учетом того предложения, которое делается автором, а это предложение, как я уже сказал, оно трудно исполнимо, и автор, в общем-то, не приводит модели, по которой должно исполняться такое предложение, то можно сказать, что в нынешних условиях то регулирование, которое было выбрано в России, оно, видимо, единственно возможно в тех условиях, которые существуют, и поэтому столь активная критика, которую автор проводит в своей работе, она не столь обоснована. Следующее спорное положение связано с критикой автором критериев, которые изложены в главе 21 налогового кодекса, на основании которых определяется, оказана ли электронная услуга на территории Российской Федерации, либо нет. Общий смысл критики заключается в следующем, что, во-первых, автор обращает внимание, что в силу специфики электронных услуг, даже при выполнении критериев, не обязательно потребитель электронных услуг, находятся на территории Российской Федерации. То есть, иначе говоря, потребление, по мнению автора, осуществляется не на территории Российской Федерации, а значит, нет оснований для обложения НДС. Второй аспект, на который обращает внимание автор, это то, что соответствующие критерии могут обходиться недобросовестными налогоплательщиками, то есть, может искажаться какая-то информация, и исходя из этого, критерии не позволят определить то, что электронные услуги оказываются на территории Российской Федерации. В качестве выхода из соответствующих проблем автор видит в том, что необходимо определять, то, оказывается ли электронная услуга на территории Российской Федерации, либо нет, на основании ни одного критерия, как это делается сейчас, а на основании либо всех критериев, либо хотя бы нескольких. Однако, такое решение автора выглядит достаточно спорным по следующим причинам. Во-первых, как и во многих других случаях, здесь не хватает глубины анализа, поскольку автор обходит волю законодателя, то есть, не рассматривается вопрос, почему законодатель выбрал именно такие критерии, и почему он ориентируется всего лишь на один критерий, а не несколько. Но применительно к выбору критериев, здесь, конечно, необходимо было бы рассмотреть, во-первых, международный опыт, то есть, как в других странах определяется этот вопрос, решается. Правда, автор, в общем-то, так фрагментарно затрагивает этот вопрос, приводят, в пример, другие страны. Я помню, он писал про Сингапур, но, на мой взгляд, необходимо было этот вопрос рассмотреть более подробно и системно. Второй аспект, он более фундаментальный. Дело в том, что вообще существует проблема определения места реализации операции в том случае, если ее предметом является что-то нематериальное. Но в данном случае речь идет об услуге. И поэтому необходимо вообще было рассмотреть на основе каких принципов выбираются критерии, с помощью которого определяется, оказана ли услуга на территории Российской Федерации, либо нет. И, возможно, рассмотрев эту проблему, автор пришел бы к выводу, либо рассмотрел ситуацию, что, видимо, законодатель, когда выбирал соответствующие критерии, исходил из того, что для потребления той, либо иной электронной услуги, потребитель использует ресурсы, которые находятся на территории Российской Федерации. А это предоставляет России право облагать соответствующие операции НДС у себя на своей территории. Еще один аспект – это особенность выбора количества критериев. Ну, как я уже сказал, используется всего лишь один критерий. Ну, понятно, что, несмотря на то, что, как указывает автор, данные критерии могут обходиться недобросовестными налогоплательщиками, значит, в данном случае законодатель использует определенную презумпцию, а именно то, что, если выполняется хотя бы один критерий, значит, есть вероятность того, что потребитель находится на территории Российской Федерации, либо потребление услуги электронной осуществляется на территории Российской Федерации. То есть, в данном случае используется вполне допустимый метод, способ регулирования презумпции. И об этом автор мог бы порассуждать с одним из известных специалистов, а именно Щекиным Денисом Михайловичем, поскольку Щекин об этом написал диссертацию об использовании презумпции в налоговом праве. То есть, безусловно, рассмотрение проблемы выбора критериев с точки зрения презумпции, конечно же, обогатило бы настоящую диссертацию. И, кстати, здесь применительно к презумпции можно было бы ставить вопрос, какая это презумпция, оспоримая либо неоспоримая. И если это неоспоримая презумпция, то можно было бы в качестве предложения делать, например, то, что необходимо вводить норму, которая бы позволяла оспаривать тот факт, что услуга оказывалась на территории Российской Федерации. То есть, тогда бы, соответственно, презумпция превращалась в оспоримую. Возможно, это было бы решением проблемы. Что касается предложений автора по поводу того, что решение вопроса о том, оказываются ли электронные услуги на территории Российской Федерации либо нет, надо решать на основании всех либо нескольких критериев, а не на основании одного, как это делается сейчас. Однако, такое предложение и решение выглядит спорным и, на мой взгляд, даже противоречивым, поскольку автор сам указывает на то, что недобросовестные налогоплательщики могут обходить соответствующие критерии. И в данном случае то предложение, которое делается автором, оно облегчает жизнь недобросовестным налогоплательщикам, поскольку, если сейчас для того, чтобы исключить обложение услуг на территории Российской Федерации соответствующим недобросовестным налогоплательщикам необходимо обходить все критерии, если они, конечно, выполняются, то, исходя из предложения автора, им будет достаточно обойти всего лишь один критерий и тогда операция в электронной форме не будет облагаться на территории Российской Федерации. Следующее спорное положение связано с тем, что автор описывает какие-либо проблемы, связанные с обложением электронных услуг, либо вообще какие-то проблемы описывает, но при этом не предлагает конкретное решение. В качестве примера можно привести то, что автор указывает на необходимость разграничения игрушки в цифровой форме, а также компьютерных игр и указывает на то, что законодателям должны быть сформулированы определенные критерии для разграничения, но при этом автор конкретного решения данной проблемы не приводит, не приводится в диссертации и соответствующий законопроект с изменениями. Следующий пример связан с тем, что автор описывает проблему определения налоговых обязательств при приобретении виртуальных валют, а впоследствии приобретение на соответствующие виртуальные валюты услуг. И здесь возникает вопрос о моменте определения налоговых обязательств. Автор указывает на то, что законодателю необходимо доработать этот вопрос, а также внести изменения в соответствующую декларацию по НДС. Но при этом, опять же, каких-то конкретных предложений, выраженных в законопроекте, а также в подзаконном нормативном акте, автор соответствующих предложений не делает. Особенно было бы интересно, конечно, посмотреть об изменениях в декларацию. Следующий пример связан с тем, что автор описывает проблему, связанную с порядком уплаты НДС, где, по его мнению, не определено четко, кто должен уплачивать. И автор опять же указывает на то, что существует неопределенность, которая требует доработки. Но при этом, опять же, нет какого-то законопроекта, который бы позволял устранить соответствующую неопределенность. Следующая проблема связана с перечнем услуг. Автор указывает на то, что в настоящий момент применительно к услугам в электронной форме есть общее определение операций, связанных с услугами в электронной форме, а также есть конкретный перечень соответствующих операций. При этом данный перечень, во-первых, носит закрытый характер, а во-вторых, он имеет приоритет. То есть, иначе говоря, налогоплательщикам следует ориентироваться именно на данный перечень. Автор указывает на то, что такое регулирование позволяет избегать обложения НДС услуг в электронной форме, потому что есть соответствующие услуги, которые подпадают под общее определение, однако их нет в конкретном перечне. В данном случае для решения данной проблемы автор предлагает установить не закрытый, а открытый характер перечня, который существует в главе 21 Налогового кодекса. По его мнению, такое изменение позволит соблюдать принцип определенности. И вот этот вывод о соблюдении принципа определенности, он на самом деле спорный, поскольку закрытый перечень в большей степени отвечает реализации принципа определенности. Так, в том случае, если перечню услуг в электронной форме будет придан открытый характер, то налогоплательщики не будут уверены, что они правильно определили налоговые обязательства по НДС, то есть правильно отнесли либо не отнесли услуги к услугам в электронной форме. И поэтому в данном случае, наверное, правильнее было бы говорить, что выполняется в большей степени не принцип определенности, а принцип всеобщности налогобложения, поскольку то предложение, которое предлагается автором, оно, ну, по всей видимости, предполагает, что лица не будут избегать обложения НДС-услуг, которые по общему определению подпадают под услуги в электронной форме. Наконец, еще одно спорное положение. Так, автор приводит общую критику института налоговых агентов применительно к НДС и указывает на то, что многие специалисты указывают на проблемы этого института в рамках НДС. При этом, в качестве одной из проблем приводится то, что существует пробел. Так, описывается ситуация, что в соответствии с главой 21 налогового кодекса налоговые агенты должны подавать декларации по НДС, при этом в статье 80 Налогового кодекса ничего не говорится об обязанности налоговых агентов подавать декларацию. И при этом автор диссертации ссылается на другую диссертацию 2006 года. Но здесь хотелось бы обратить внимание автора, что с 2006 года вообще многое изменилось, в том числе содержание статьи 80 Налогового кодекса. И на момент написания диссертации и на момент то есть на текущий момент в статье 80 Налогового кодекса прямо указывается о том, что декларации в том числе могут подавать налоговые агенты. То есть иначе говоря в диссертации автор описывает и приводит пример неактуальной проблемы. Что касается оформления диссертации. Ну определенные вопросы есть к оформлению ссылок. Так например определенные ссылки на электронные ресурсы сделаны не в соответствии с... То есть есть примеры в работе когда автор просто приводит электронный адрес не приводя каких-либо выходных данных сайта не приводя данных о том когда был запрос на соответствующий электронный ресурс. Применительно к ссылкам также есть случаи когда описывается тот либо иной факт и соответственно необходимо было бы указать источник из которого автор приводит информацию об этом факте однако соответствующих ссылок нет. В работе есть определенные описки и неточности применительно к орфографии пунктуации не сказать что их так много но тем не менее они есть и я обращаю на это внимание. Следующий аспект это длинные предложения. Ну я традиционно обращаю внимание на данный недостаток независимо от того много длинных предложений в диссертациях либо нет поскольку длинные предложения они затрудняют восприятие текста. Еще один аспект который затрудняет восприятие текста связан с иностранным языком. Так автор в диссертации непосредственно в основном тексте диссертации который вообще-то на русском языке приводит фрагменты иностранного текста а затем дает перевод на русский язык в ссылке. На мой взгляд это не очень правильный подход поскольку читателю приходится отвлекаться от основного текста на ссылку то есть восприятие текста усложняется. На мой взгляд более правильным являлось бы то что в основном тексте приводится перевод на русском языке а если автор считает необходимо дать оригинальный текст на иностранном языке то это можно сделать в ссылке. Следует заметить что в отдельных фрагментах диссертации автор делает именно таким образом то есть дает перевод на русский язык в основном тексте а в ссылке дается иностранный оригинал и на мой взгляд это более правильно потому что нет разрыва в тексте и читатель не отвлекается от текста на ссылку. Что касается перспективных тем то здесь можно ориентироваться на те спорные моменты о которых я говорил во первых можно более подробно исследовать вопрос о выборе критериев на основе которых определяется осуществлена ли операция по реализации услуг в электронной форме на территории Российской Федерации либо нет здесь можно рассмотреть общий подход связанный с тем когда считается что услуга оказана либо потребляется на территории Российской Федерации либо нет какой международный опыт по этому вопросу существует насколько верно сформулированы критерии в налоговом кодексе второй аспект о котором я говорил это то необходим ли отдельный налог для обложения электронных услуг либо все-таки достаточно НДС повторюсь автор только обозначил эту проблему но каких-либо доводов в пользу того что отдельный налог не нужен автор на мой взгляд в работе не приводит а на этом все спасибо за внимание до скорых встреч здравствуйте уважаемые коллеги представляю вам очередной обзор диссертации 2019 года на этот раз диссертация токаревой кристины константиновны документы ОСР и их место в системе источников налогового права Российской Федерации что касается актуальности выбранной темы то вообще следует заметить что в литературе прежде всего в периодических изданиях достаточно много статей можно встретить по поводу места и роли документов ОСР прежде всего речь идет о комментариях к модельной конвенции ОСР и конечно подготовка труда работы которая бы систематизировала все эти подходы и предложила какие-то новые подходы и взгляды на соответствующую проблему конечно такая работа была бы интересна и в целом следует заметить что работа токаревой в какой-то мере действительно предлагает новые подходы и в данном случае говоря о восприятии работы я бы ее четко разделил на две части можно сказать даже постранично то есть до 80 страницы и после 80 что касается той части которая до 80 страницы то на мой взгляд там приведены какие-то общие сведения сделаны общие выводы которые думаю многим даже не особо тем кто занимается глубоко налоговым правом эти выводы известны более того многие выводы содержатся в учебниках и я вообще неоднократно говорил что все-таки диссертация это не учебник и воспроизводить общеизвестные выводы в большом количестве не стоит вот что касается второй части после 80 страницы то здесь следует признать что действительно это интересная часть работы и там содержатся достаточно интересные выводы на которые следует обратить внимание следующее на что хотелось бы обратить внимание это ссылки автора на другого автора как Кабзарь Фролова но вообще это безусловно не вина автора что он ссылается на Кабзарь Фролову но я когда вижу эту фамилию то я всегда обращаю внимание на следующее дело в том что сообщество диссернет пришло к выводу что то в то ли в диссертациях то ли в одной из диссертаций Кабзарь Фроловой есть заимствования на которые надлежащим образом не оформлены ссылки то есть проще говоря есть плагиат и поэтому на мой взгляд ссылаться на данного автора достаточно опасно и все-таки лучше проверять откуда данный автор берет соответствующие выводы и возможно что лучше все-таки пытаться искать первоисточники соответствующих выводов а не ссылаться на работы данного автора здесь еще одна проблема существует что я не видел чтобы данный автор Кабзарь Фролова каким-то образом опровергло те выводы которые были сделаны диссернетом следующее на что следует обратить внимание что все-таки на мой взгляд автор злоупотребляет длинными предложениями то есть достаточно много по тексту предложений которые превышают 50 слов ну и более соответственно а я говорил что когда длинные предложения то сложно воспринимается как само такое длинное предложение так и начинает сложно восприниматься текст а значит и идеи которые автор пытается донести до читателя наконец еще такой факт на который я обратил внимание это достаточно часто повторяются одни и те же обороты ну такие как нельзя согласиться невозможно согласиться невозможно признать и соответствующие обороты на одной странице двух страницах могут встречаться достаточно часто я бы хотел сказать что я здесь не придираюсь к стилистике автора но просто это как-то бросается в глаза и наверное нужно как-то все-таки часто использовать другие обороты все-таки чередовать что касается интересных положений и проблем которые освещаются в работе то вообще следует заметить что наиболее сильной стороной данной работы является сравнение комментариев ОСР с источниками налогового права в данном случае сравнение происходит с обычаями принципами договором доктриной а также с таким источником как мягкое право кроме того представляется интересным рассмотрение комментариев исходя из содержания Венской Конвенции о праве международных договоров при этом применительно к Венской Конвенции автор приходит к интересному выводу о том что статус комментариев необходимо рассматривать исходя из конкретной ситуации то есть статус комментариев имеет такой динамический характер такую динамическую особенность следующая интересное положение, что автор считает, что в налоговые отношения необходимо внедрять концепцию эстопеля. То есть это ситуация, когда запрещается участнику отношений осуществлять противоречивые действия и вообще вести себя противоречиво. И в данном случае автор приводит пример, например, что в том случае, если налоговый орган применял положение соглашения об избежании двойного налогоблажения с учетом положений комментариев ОСР, то в дальнейшем налоговый орган не может отказаться от учета соответствующих комментариев. Следующая интересная проблема, которая ставится и рассматривается автором, это проблема, связанная с тем, что комментарии могут использоваться в качестве способа изменения соглашений. Ну и, наконец, еще интересная проблема, связана с размытостью формулировок комментариев. Таким образом, все данные положения, безусловно, интересны и тем, кто планирует, опять же, затронуть проблему, связанную со статусом документов ОСР, им, конечно, необходимо принять во внимание те выводы, которые делает автор в своей диссертации. Есть в работе и спорные положения. Ну, во-первых, исходя из содержания работы, я так и не понял позицию автора о том, чем все-таки является комментарий к модельной конвенции ОСР, ну и вообще, чем является документ ОСР. Это источник права или это акт толкования. Несмотря на то, что работу я фактически прочитал два раза, все-таки позиция автора для меня продолжает оставаться неясной. Следующий спорный момент связан с обычаем, как источником в налоговом праве. Автор справедливо указывает, что достаточно сложно привести примеры, когда бы обычай выступал в качестве источника налогового права. Но все-таки автор приводит такой пример, указывая на то, что обычай существует при принятии налоговых актов, налоговых законов. Однако здесь возникает вопрос, а в этом случае обычай – это источник налогового права, либо все-таки какого-то иного права, поскольку все-таки вопросы, связанные с принятием законов, в том числе налоговых законов, это по большей части вопросы конституционного права, а не налогового. Наконец, спорный момент связан с решением ЕСПЧ. Автор указывает на то, что решение ЕСПЧ играет важную роль, значение в правоприменительной практике, в том числе в правоприменительной практике России. И здесь я не стану с этим спорить. Однако автор все-таки ничего не говорит о решении конституционного суда 2015 года, в котором отмечается, что приоритет в системе источников права имеет прежде всего конституция. И в том случае, если решение ЕСПЧ противоречит конституции, то, конечно же, решение ЕСПЧ не применяется. И, на мой взгляд, в любой работе, в том числе и в данной работе, раз поднимается вопрос о значении решения ЕСПЧ, то, конечно, должна быть рассмотрена и позиция конституционного суда, которая была выражена в 2015 году. Однако в работе я не увидел хотя бы ссылки на соответствующее решение. То есть, на мой взгляд, проблема, связанная с решением ЕСПЧ, она рассмотрена не в полной мере. Применительно к оформлению работы следует заметить, что есть как положительные, так и отрицательные моменты. Ну, я уже обращал внимание, что, на мой взгляд, автор несколько злоупотребляет длинными предложениями, что усложняет восприятие текста. Достаточно много, как видите, предложений, которые, ну, почти состоят из 100 слов, а есть, да, и предложения, я нашел одно, которое превышает 100 слов. Безусловно, все это неположительно влияет на восприятие и понимание текста. Следующий положительный момент – это то, что автор достаточно четко указывает на практическую значимость исследования, перечисляя те моменты, которые могут быть полезны на практике. Следующий момент связан с цитированием. На мой взгляд, автор в определенных случаях злоупотребляет цитированиями и цитирует достаточно большие фрагменты из других источников, что, на мой взгляд, ну, не следовало бы делать. То есть это цитирование фактически на страницу. В работе есть определенные описки, ну, возможно, их все-таки больше, чем хотелось бы, и можно было бы лучше вычитать, вычитать работу, но я бы не сказал, да, что все-таки описки встречаются, ну, сплошняком по работе. Наконец, еще один момент, на который я обратил внимание. Это момент, связанный со склонением фамилии Лукашук. Ну, вообще, сначала я подумал, что автор не знает пола данного автора, однако, посмотрев, нет, автор действительно знает, что Лукашук – это мужчина. А здесь следует иметь виду, да, что по правилам русского языка такого рода фамилия, они склоняются. Ну, поскольку у меня фамилия также по структуре схожа с Лукашуком, да, у меня Юзвак, вот такие фамилии склоняются. Однако, автор несколько раз по тексту, как я увидел, не склоняет соответствующую фамилию. Есть определенные ошибки в оформлении ссылок. Ну, во-первых, встречаются моменты, когда ссылки отсутствуют. Например, автор по тексту ссылается на какое-то судебное дело, по-моему, там было дело Северный Кузбасс. Однако ссылки на соответствующие акты, где бы указывались реквизиты, я в тексте, именно в тексте, не увидел. Наконец, такой неприятный момент – это то, что повторяются фрагменты по тексту, то есть дословно повторяются фрагменты по тексту. И я таких моментов встретил три. То есть три раза на разных страницах повторяется один и тот же текст. Все-таки, на мой взгляд, лучше этого не делать, потому что такие моменты, они все-таки не очень хорошо характеризуют работу. Я думаю, нет ничего сложного, что даже если автор и хочет свою повторить мысль, то ее можно все-таки повторять не путем копирования одного фрагмента на другую страницу, а все-таки можно изложить одну и ту же мысль разными словами. Что касается перспективных тем. Ну, здесь замечу, что я каких-либо перспективных тем не выделяю, но это не значит, что их нет. Просто нельзя сказать, что я достаточно глубоко занимаюсь этой проблематикой. Но в любом случае, тем, кто решит с той либо иной стороны рассматривать документ УСР, я полагаю, что в определенной части работа Токаревой, она будет интересна, и те выводы, которые делаются автором, также можно принимать во внимание. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.